долгих лет жизни и процветания вы на канале home page rc с вами я роман и я приветствую вас на это видео сегодня на обзоре невероятно классная модель от бум рейсинга brx 02 очень сложно было дождаться оплатить купить доставка и и заняла безумно много времени сила нервов но тем не менее она пришла и товарищи и выдал мне на обзор поэтому сейчас я хочу открыть ее вместе с вами приступим и так вот такая вот коробушка к нам приходит с логотипом бум рейсинга открываем вот что нас встречает уже уже прямо на входе так ну посмотрите красота какая лаконичный красивый дизайн со своим кстати уникальным номером пока отложим посмотрим что дальше дальше коробочка попроще к сожалению но здесь у нас должен быть кузов я думаю кузов к нему мы перейдем чуть попозже да здесь кузов надеюсь не покрашены а то не интересно приступим давайте покажем ее вам поближе итак приступаем что нас встречает плотный буклетик с наклеечками наклеечки это всегда приятно дальше по инструкции да инструкция полноценная если вы смотрели обзор на арсиран то вы видели какой там был тоненький буклетик с четырех листиков буквально здесь собирать будет намного удобней и приятней вот поднимаем первый пласт наших залежей пока отставил уху карбоновая рама очень приятно тактильно легкая и обработки прям очень хорошие возможно видно будет фактуру но держать ее в руках очень приятно дальше уже владелец покажет как это будет в эксплуатации что у нас еще здесь рессоры уже помягче чем у rc4vd но достаточно все таки жесткие возможно разработаются еще у нас шары в линке или куда там это нужно позже здесь для рессор у нас как раз таки крепления гайки так еще винты еще винты одни винты так что это такое это что-то напечатанное на 3d я не знаю что это потом посмотрим конечно но в идеале бы это все зашкурить еще придется то есть видно фактуру и было бы неплохо я думаю зашкурить сгладить так дальше это на кулаки так понимаю еще на тяги какие-то линки и ума и какая пафосная вещь черная с золотом смотрится невероятно пафос причем покрашена таким типа раптором то есть фактурно не гладкая поверхность а фактурные рифленые она щас я так понимаю это опора для раздатки должна быть опять же вторая вот эта деталь еще у нас рессоры здесь что-то воспользуемся отверткой нет у нас мило приятно качалка так вот амортизаторы они очень нахваливали свои амортизаторы что там невероятно что-то по работе должно быть вот сейчас из коробки они работают достаточно плавно здесь установлен уже отбойничек видит такой резиночки возможно поможет ну как минимум не будет убиваться быстрее амортизаторы при конечной работе но на рессорах не знаю будет ли он отрабатывать полностью будет видно дальше так что еще у нас здесь интересного так не знаю что с инструкцией нам в помощь потом так это у нас рессорная часть еще подрессоры 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 здесь у нас пока что ничего больше интересного нет но рамы это просто нечто вот грамма шик идем дальше так красиво мне почему-то захотелось первым достать это карданы с фирмовой надписью boom racing по углам очень интересно в принципе смотрится достойно так не знаю на всю ли длину здесь у нас проходит отверстие имею ввиду шестигран на это но люфт практически отсутствует так там 2 это понимаю амортизатор фиг бы с ним он нам не важно что он здесь у нас разда . очень интересно выглядит даже не совсем понятно что это металл или пластик но по цвету резьбы это алюминий какой-то но легкая очень легкая просто невесомая в руках так еще у нас что он это от раздатки у нас коробки маленький карданчик такой с дополнительными фиксаторами ли как они у нас называются стопорные кольца сборка покажет как обычно моднявая сверх облегченное крепление под акум не знаю чем руководствовался конечно производитель но буковка x такая смазная смотрится очень интересно так что еще у нас тут лежит это у нас бампер наверно ну посмотри или на боковые опоры скорее всего это под пороги судя по всему что их две это боковые пороги должны быть других вариантов у нас и нету так это опора скорее дополнительно на коробку здесь в пакетике какие-то модные винты шестигранные очень уникальная вещь ну посмотрим возможно я где-то и ошибусь о я еще вижу карбоний да еще карбоний еще одна площадка карбоновая так запчасти стойки бампера передний задний тут так все интересно я так понимаю что обзор затянется опять обработка опять же такая фактурно в руках очень приятно держать нету заусенцев везде все технологические отверстия не выбраны но очень приятно очень приятно по сравнению с тем же сираном я вам скажу намного приятнее в разы так тяга рулевая еще одна тяга и передний до передняя распорта так как бы здесь не было много всего интересного упихана самое основное я вам показал двигаемся дальше что у нас у я думаю вы сами этого ждали очень очень долго попробую достать целиком до этому посмотрели это нам сейчас не нужно давайте самая основная часть любой модели это мосты и рама раму мы посмотрели давайте приступим к мостам тяжеленькие тоже фактурно покрашены в первый момент мне показал что они пластиковые но к счастью это не так да есть немножко литники видны но вообще по минимуму по зазору так тут стоит на заглушка я так понимаю резиновая чтобы не было лишнего биения при транспортировке но люфта практически нету зазор похоже выставлен отлично и судя по звуку смазка здесь уже есть везде обратите внимание что на главной паре что на приводах стоят заглушки резиновые чтобы не повредить товарный вид при транспортировке так передний мост задний мост уже конечно не такой интересный там нету кулаков но съемные как минимум нас щелки задние разбирается интересно заливная горловина который как обычно никто не пользуется да и не нужно нам это но вес у мостов очень приятно это для тех кто любит утяжелять 3x и побольше латуни соли перейдем колесикам наши маленькие колесики действительно смотрятся маленькими несмотря на размерность дисков 1 и 9 стандартно они смотрятся очень аккуратными и маленькими резина фирменная boom racing отлично пятиболтовая ступица с уже стоит заглушка все отлично напоминает именно йотовские колеса насколько я помню них форм-фактор был такой же протектор прям маленький маленький они аккуратненькие узенькие колеса и резина так на ощупь липкая цепляться должна хорошо они получаются нас колеса в предсборе четыре штуки останется просто надеть резину и все будет хорошо так что еще вот наша кпп опять же так же как и раздатка в руках создается ощущение пластика она легкая очень легкая тут даже нечего сказать но красивая то есть видно что люфтов быть не должно как минимум все зазоры они ровненькие нигде нету ни литников ни кривых предскрученных винтов все вообще замечательно вообще никаких нареканий нет даже придраться не к чему а так хотелось так что-то невероятно распадающиеся моторама это подозреваю да очень интересно сделано как это функционирует пока не знаю но соберем посмотрим тут же у нас двуступенчатая коробка передач и соответственно производитель нам сразу положил микросерву для переключения спасибо экономия конечно не сильно большая экономия так я так понимаю это бокс под электронику да это бокс под электронику и здесь еще одна вкусняшка это свой вин на раму да ну или напрямок куда хотите но как минимум это классно это попрошу заметить в первой соточке это 28 6 однако не абы что вам и двигаемся дальше осталось рассмотреть самую мелочь это смазки я так понимаю фиксаторы крепление под провода чтобы для прокладки их использовать проводов удлинительно сервую что-то еще и это похоже у нас на очень модный ключ да я предполагаю это очень модный ключ и удобно неудобно не знаю но продукция оригинально которая предоставляется сразу с моделью это всегда очень круто здесь у нас наполнение для наши коробки шестерни я не буду их сейчас доставать потому что они похожи уже в какой-то смазки и основной металл который нам необходимо под собрать это у нас подшипники и остальные шестерни которые тоже аккуратно упакованы собраны по позициям все пакетики пронумерованы соответственно никаких проблем со сборкой не возникнет посмотрим как это будет сборе чуть чуть позже так быстренько я так понимаю с обзором шайский мы немножко затянули приступим к обзору того что у нас в коробке с кузовом кузов от тим рафи это уже видно на надписи соответственно стандарт у них свой журнальчик как собирать какие виды как это выглядит должно наклейки ну классика тим рафи кто покупал их видео и здесь все банально собираем лего вы вырезаем из литников и вот деф я не собирал гелик а стекла как валяются и и мая полировать хозяин их придется до затонирует так ё-моё в этой большой леди сидушки пришли запчасти даже дворнички крышка наша верхняя стоп она что это задняя дверь похоже и капот лежит отдельно об сам кузов основной у нас так и отправлен по поводу каких-либо заломов непонятно но скорее всего они все убираются если они есть он сборный получается посмотрим потом что еще фендеры решетки оконные рамки и основной пол салона и конечно же все красивушки оля хром в принципе все здесь все проще не настолько актуально как просмотр шасси и итак сборка завершена на нее потребовалось чуть больше двух с половиной часов но инструкция подробная красивая и подписано абсолютно все что вам потребуется поэтому сложности никаких не возникает по итогу модель строгая аккуратно и красивая достаточно легкая около двух килограмм и не думаю что больше извините без весов ладно по работе подвески могу сказать что несмотря на рессоры работа очень мягкая до хода есть большие то есть можно в самый низ ее просадить но таких вариантов сомневаюсь что будет но если уж такое случится у вас модель будет весь очень много и хода будут прям вот чтобы пришлось просадить вот так на амортизаторах есть демпферы резиновые вы не ударите металла в металл не переживайте по поводу сборки я вам сказал но в ходе ее возникло несколько моментов про которые я не могу не сказать это касаемо как минимум вот этих площадок печатных если задняя прикрутилась спокойно непринужденно то с передней возникли некоторые казусы основной казус это в том что крепление винтов они треснули они просто треснули и с одной и с другой стороны у них не было вариантов причину не могу сказать только качество пластика могу на это посетовать и есть интересный еще один нюанс который может доставить небольшие трудности вам если у вас не будет вот такого ключика который производитель кладет в комплект почему вот эти колеса устанавливаются это колеса под пин как rc4 vd то же самое но когда вы прикручивается ставится шайба и поверх ставится уже гайка и прикручивается так вот обычным ключом который мы привыкли использовать при закручивании у вас это сделать не получится только волшебным ключиком от boom racing из комплекта но он есть и хорошо также производитель помимо этого ключа кладет вот такой специальный съемник и установщик для шаров в линке и в амортизаторы бесконечно удобная вещь если можете купить отдельно покупайте облегчит жизнь очень сильно и в комплекте же производитель кладет вот такой вот ключик тоже помогает можем жить и без него в целом модель стоит того чтобы вы еще приобрели и вы не разочаруетесь а в конце мы вам ставим подробный обзор поближе все всем пока и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok